С вами учебник вслух. Русский язык, 4 класс. Тема урока – изменения по падежам имён существительных. Как определить падеж имени существительного? Упражнение 135. Прочитайте. В рощах птичье пение, а в классе тишина. Проходим мы склонение. Склоняется весна. Склоняем вслух. Весна, весны, весне, весну, весною о весне. Пришла весна, дождись весны. Привет весне, встречай весну. Весна, весны, весне, весну, весною о весне. Яков Аким. Что обозначает выражение «склоняется весна»? Какая часть в слове «весна» при склонении изменяется? Спешите последнее предложение. Определите падеж имени существительного «весна». Вспомните. Изменение имён существительных по падежам называется «склонением». В русском языке шесть падежей. Каждый падеж имеет своё название, свои вопросы, свои предлоги и выполняет свою роль в предложении и словосочетании. Упражнение 136. Прочитайте название падежей, вспомогательные слова, падежные вопросы. Почему у каждого падежа два падежных вопроса, а не один? Объясните свой ответ. Обратите внимание, начальная форма имени существительного – это форма именительного падежа единственного числа. Все падежи, кроме именительного, называются косвенными падежами. Имена существительные склоняются не только в единственном, но и во множественном числе. Упражнение 137. Устно просклоняйте вместе со вспомогательными словами имена существительные «леса», «окно», «ежи». Запишите склонение этих существительных без вспомогательных слов. Выделите окончание имён существительных. Обратите внимание, падежные формы имён существительных образуются с помощью окончаний. У каждой падежной формы своё окончание. «Лиса», «Лисы», «Лисе», «Лису», «Лисой», «А лисе». Упражнение 138. Прочитайте таблицу «Признаки падежных форм имён существительных». Прочитайте признаки, по которым можно определить каждую падежную форму имени существительного. Предлоги, вопросы, каким членом предложения является. Обратите внимание на выделенные предлоги. Они употребляются только с одним падежом. В чём сходство и различие в признаках падежных форм имён существительных. Вспомните, в именительном падеже имя существительное является в предложении подлежащим. Чтобы определить падеж других имён существительных, надо найти слово, от которого зависит имя существительное, и поставить от этого слова вопрос. По падежному вопросу и предлогу определить падеж. На вершине сосны ворковал дикий голубь. Голубь – это именительный падеж. Ворковал на чём? На вершине. Предложный падеж. На вершине чего? Сосны. Родительный падеж. Упражнение 139. Прочитайте. Соотнесите загадки и отгадки. Конь бежит, земля дрожит. Шёл долговяз, в землю увяз. Из земли вырастаю, весь мир одеваю. Под землёй птица гнездо свила, яиц нанесла. Красна, сочна, душиста, растёт низко, к земле близко. Алый сапог в земле горит. Подготовьтесь объяснить, как определить падеж имени существительного земля в каждом предложении. Спешите любые три загадки. Укажите падеж имени существительного земля в каждом предложении. Упражнение 140. Прочитайте. Владимир Медведев. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Определите падеж выделенных имён существительных. Обратите внимание, падежная форма именительного падежа чаще всего используется для называния, наименования предмета. А падежная форма именительного падежа – для называния предмета, на который направлено действие. Солнце освещает равнину. Солнце – именительный падеж. Освещает что? Равнину – винительный падеж. Упражнение 141. Прочитайте, какова тема этих поэтических строк. Роняет лес багряный свой убор. Сребрит мороз, увянувшее поле. Проглянет день, как будто поневоле. И скроется за край окружных гор. Александр Пушкин. Докажите, что это сложное предложение. Спешите. Подчеркните главные члены в частях сложного предложения. Укажите падеж выделенных имен существительных. Как различить неодушевленные имена существительные в именительном и винительном падежах, если они отвечают на вопрос «что?». Упражнение 142. Прочитайте. Составьте предложения, употребляя в них любое из данных имен существительных, сначала в именительном падеже, затем в винительном. Запишите предложение. Укажите падеж имен существительных. Говорите правильно. Столяр – столера. Родительный падеж – винительный падеж. Слесарь – слесаря. Снегирь – снегиря. Волк – волка. Шарф – шарфа. Родительный падеж. Торт – торта. Герб – герба. Зонт – зонта. Упражнение 143. Прочитайте. Составьте из слов пословицы. Без терпения нет учения. Около хлеба и мыши водятся. От скуки бери дело в руки. Еда после работы вкуснее. У кольца нет конца. Запишите пословицы. Подчеркните имена существительные в родительном падеже. По каким признакам вы их узнали? Упражнение 144. Прочитайте. Медведи у волка гостят. От волка убежал, да на медведя напал. Для медведя зима, одна ночь. Без кота мышам раздолье. Есть сало, да не про кота. В чем сходство и различие падежных форм одних и тех же имен существительных? По каким признакам можно определить падеж выделенных имен существительных? Спешите. Укажите падеж выделенных имен существительных. Упражнение 145. Прочитайте. Составьте и запишите словосочетания, употребляя в них имена существительные в дательном падеже. Где нужно, используйте предлоги для связи слов в словосочетании. Что обозначают слова телефон, телефонист? По каким признакам можно определить имена существительные в дательном падеже? Подберите другие имена существительные, первой частью которых является часть теле. Теле-башня. Обратите внимание, падежная форма дательного падежа может указывать на предмет, которому адресовано какое-либо действие. Упражнение 146. Прочитайте. Назовите сказку. Пошла Женя по лесу искать такую полянку, где земляника сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. Девочка побежала на полянку, нагнулась к земле, села на корточки, заглянула под листики и стала рвать ягоды. Валентин Катаев. Объясните значение сочетаний слов «лезть на глаза», «сесть на корточки». Спешите любое предложение. Определите падеж выделенных имен существительных. Какие из них отвечают на вопрос «куда?» По каким признакам вы различили эти падежи? Упражнение 147. Прочитайте. Придумайте к стихотворению название. Зябнет липа за окошком, Выпал иней поутру, Машет маленькой ладошкой Желтый листик на ветру. Перед самою зимой Он прощается со мной. Владимир Орлов. Выпишите выделенные словосочетания, ставя вопрос от главного слова к зависимому. Определите падеж имен существительных в данных словосочетаниях. Найдите в предложениях олицетворения, слова, которые помогают представить неодушевленные предметы в образе живого существа. Обратите внимание, Одним из значений творительного падежа является значение орудия действия. Рисую кистью, Пишу пером. Упражнение 148. Прочитайте. Спешите. Награда за храбрость. Жить за городом. Пирог с черникой. Пришел с завода. Положил под подушку. Вырос под березой. Как различить падеж имен существительных, у которых одинаковые предлоги? Составьте и запишите предложение с любым словосочетанием, в котором имя существительное будет употреблено в творительном падеже. Упражнение 149. Прочитайте. На горе шумит ветла, На ветле звенит пчела, Полосатая, как зебра. В роще клены и дубы, А под ними есть грибы. Каждый гриб похож на зонтик. Юнона морец. Спешите. Объясните, по каким признакам можно узнать имена существительные в предложном падеже. Найдите в предложениях сравнение. Вспомните, почему предложный падеж так называется. Упражнение 150. Прочитайте. Объясните, как различить падеж имен существительных, имеющих одинаковые предлоги. Выпишите словосочетание с каждым выделенным именем существительным. Укажите падеж имен существительных. Образец. Поют о родине. Предложный падеж. Ученые подсчитали, какие падежи в русском литературном языке самые частотные, то есть чаще всего употребляются в речи. В письменной речи самым частотным по употреблению является именительный падеж, затем родительный, после этого винительный. В устной речи самым частотным остаётся именительный падеж, после него винительный, затем родительный. Упражнение 151. Прочитайте. Я сам себя в пальто одел и рукавом свой нос задел. Решил пальто я наказать и без пальто пошёл гулять. Олег Григорьев. Почему строки вызывают улыбку? Когда в речи употребляется глагол «одел», а когда «надел». По каким признакам можно определить падеж имени существительного пальто? Вспомните, в русском языке есть небольшая группа имён существительных, которые во всех падежах имеют одну и ту же форму. Услышать по радио – дательный падеж. Слушать радио – винительный падеж. Нет радио – родительный падеж. Это несклоняемые имена существительные. Пальто, шоссе, кино, такси, кофе, кафе. В этом случае падеж определяется по предлогу и падежному вопросу. Упражнение 152. Прочитайте. Запишите, вставляя пропущенные слова «метро» и «радио». Укажите падеж неизменяемых имён существительных. Выйти из метро. Жить около метро. Войти в метро. Ехать на радио. Выступать по радио. Объявить по радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова